Здравствуйте дорогие друзья, рада вас приветствовать на нашем виноградном канале, зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о пробках для укупорки вина и большую часть времени мы посвятим натуральным корковым пробкам. Итак, какие вообще виды этих самых пробок бывают? Винтовые, которые используются для специальных бутылок с резьбой, пробковые, их тоже может быть несколько видов, мы потом об этом поговорим. И синтетические, они по внешнему виду, да, будут похожи на корковую, но там уже используется не натуральный материал, а как следует из названия синтетический. А какая из этих пробок лучше? Вопрос спорный и, конечно же, многие считают, что именно натуральная корка, она лучше, ее используют для более качественных вин. Мы, конечно, чуть-чуть будем касаться винмагазинных, да, но в то же время, все-таки уклон идет на наши домашние виноделия. Смотрите, чем хороша корковая пробка? Материал натуральный и дает маленький-маленький доступ к кислороду. Он мельчайший, потому что у нас же еще узкое горлышко, у нас пробочка смачивается и доступ кислорода в бутылку небольшой. Но, тем не менее, он есть и это является одним из элементов созревания вин. Там вообще идут сложные процессы, сегодня мы их не касаемся, но, тем не менее, они существуют. То есть, конечно, если мы хотим вином положить на долгое хранение, то, да, самым лучшим вариантом у нас будет корковая пробка, но с некоторыми оговорками. О них чуть позже. Если же мы закрываем вино на пару месяцев, либо вообще может случиться так, что сегодня вот нам его надо поместить в красивую емкость, в бутылку, а завтра подарить другу или угостить, или поставить на стол, ну, большую бутылку мы не будем ставить, в бутылке это как-то все красивее, то тогда вообще роли не играет, какая у вас пробка. В таком случае, если у нас планируется очень скорое потребление, ну, вот, если мы не несем другу, там, понятно, должен быть какой-то более презентальный вид, но если мы для себя, вот, нам надо бутылочку налить и поставить на стол, то вообще можно использовать даже вот такие временные пробки. Либо материал резины, либо силикон, а внешний вид бывает абсолютно разный. То есть в очень краткосрочной перспективе вообще все равно. Если мы говорим о более длительных сроках, то в принципе та же винтовая пробка и та же синтетическая пробка, это тоже не самый худший вариант, если мы не говорим о каком-то очень длительном хранении годами. Что же касается пробок корковых, которые мы считаем самыми лучшими. В них есть очень большой подвох, это качество самой пробки. Вообще я вам обещала рассказать, что они тоже бывают разных видов и сейчас мы это разберем. Так, смотрите, какие бывают пробки. Конечно, вы видите, что они бывают разными по длине, об этом чуть позже, но сам вид пробок, я сейчас беру на большой-большие вот эти пробки, их я не использовала. Это от покупного вина, вся вот эта мелочь, это то, что я использовала сама. Как видно, склеена пробочка из кусочков, это агломерированная пробка. Бывает еще пробка комбинированная, смотрите, вот здесь она склеена из кусочков, а верхний диск и нижний, я потом объясню, почему такие повреждения, это уже цельный кусочек пробки. И бывает еще совсем цельная корковая пробка, но в цельной корковой пробке обязательно надо смотреть размер, потому что если она будет немножко маловата для вашей бутылки, то толку с цельной корковой пробки не будет. Теперь, что касается качества пробок, я думаю, вы видите, что оно очень разное. Вот это из покупных вин. И, как видите, пробки практически не поврежденные. Я, конечно, сейчас не говорю про то, как они впитывают вино, об этом чуть позже, но сам внешний вид у них довольно такой приличный. Вот это пробки, которые использовала я. Причем, обратите внимание, они разложены по видам. Значит, вот такая с логотипом, насколько я помню, все идет из Испании. Вот с таким логотипом. Да, у меня пробки будут несколько деформированы, ввиду того, что есть небольшие проблемы с укупоривателем. Поэтому они такие. Так, вот это у нас вот сюда, наверное, пойдет. Хотя какая-то она немножко другая. Ну, видите, вот эти еще как бы более-менее. Пока оценим только внешний вид. Вот эти пробочки, уже такие, вроде как более красивые. В принципе, тоже более-менее выглядят. Вот это только такая, деформированные. А вот эти пробки без логотипа, ну, пробки я готовлю все одинаково. То есть, вот такого вот быть не должно. Даже при самом плохом штопоре, даже при самом плохом купоривателе, все равно, вы видите, качество таких пробок так себе. Конечно, если мы закрываем вино на недолгое время, на пару месяцев, то ничего страшного. Если мы закрываем на длительное время, то вот такие пробки, даже смотрите, вот здесь видно, что какая-то она то ли склеена, плохо, то ли что. Ну, такого быть не должно. А вот эта пробка, она просто повреждена укупоривателем, и она повреждена штопором. Но вот такая пробка, конечно, она по качеству сильно превосходит вот эти пробки. Еще такой момент. На этой будет чуть лучше видно, смотрите. Насколько пробка пропитывается вином. Напомню, что вино у нас должно храниться в том состоянии, когда пробка будет смачиваться. Не обязательно полный горизонт, но хотя бы немножко пробка должна смачиваться. Здесь, конечно, будет не очень видно. Здесь вот такая же пробка. Вино укупорено в мае 2021 года, и на сегодняшний день промокло, в общем-то, на толщину вот этой натуральной прослойки. Вот эта пробка. Ну, конечно, когда пробки высыхают, то видно не очень, но на самом деле она промокла приблизительно вот так. Сейчас приближу. То есть почти на сантиметр. При том, что в бутылке она пробыла крайне-крайне мало. Ну, чтобы не соврать, конечно, я точно не вспомню по каждой пробке, но примерно, может быть, месяц. И уже она настолько промокла. То есть вот такие вот пробки, ну, их только на какое-то очень короткое хранение можно использовать. Для длительного хранения такие пробки не годятся. Равно как и такие, которые у нас разваливаются по частям. То есть тоже вот такого быть не должно. При этом повторю, что да, несмотря на мой там, пусть не самый лучший укупориватель, но пробки готовились одинаково. И эти, эти, все. Ну, за исключением вот этих длинных, да, это от покупного бутылка. И разница, ну, она очевидна. То есть, смотрите, если корковая пробка у нас будет плохого качества, то толку с нее нет абсолютно никакой. Она может даже испортить наше вино. Есть такое понятие, как пробковая болезнь. Мы вино открываем, оно будет пахнуть такой мокрой псиной, мокрым картоном. Это говорит о том, что вино заболело именно по причине пробки. Хотя это заболевание бактериальное. То есть, если там инфекция сидела на пробке, она стала в бутылке развиваться, тогда это все происходит. Но, когда у нас вот такая вот пробка вышло, которая очень быстро промокает, напомню, да, что там определенная есть реакция окисления и восстановления в бутылке. И если пробка очень быстро будет промокать, то эти реакции будут идти не совсем так, как надо. И для вина это плохо. Как же выбрать нужную пробку? Ну, вот тут вопрос сложный, потому что не у всех. И не всегда есть возможность и доступ к тому, чтобы вот купить какую-то качественную пробку. При этом, когда мы ее покупаем, мы абсолютно не знаем, как она себя поведет в дальнейшем. Мы можем только ориентироваться на какие-то отзывы. Ну, видите, например, если мы берем вот эти вот коротенькие пробочки, то вот есть часть, я показала, что они у меня без логотипа, но они у вас могут быть ровно такого же качества, но с каким-то нанесенным рисунком. То есть это значение не имеет для нас не имеет значения качества пробки. Ну, а вот те же коротенькие, да, есть такие поломатые, а есть вполне себе хорошие и красивые пробочки. То есть, грубо говоря, их надо попробовать, либо ориентироваться на чьи-то отзывы, только тогда мы сможем понять, подходят они нам или нет. Но, что важно, смотрите, любая агломерированная пробка будет несколько хуже, чем пробка вот такая комбинированная. Все-таки у комбинированных качество чуть лучше. Ну, понятно, что и цена тоже будет несколько больше. Я вам показала, что промокаемость пробок вот такой маленькой и вот такой комбинированной, она все-таки разная. И чем вам руководствоваться при выборе, иногда у нас выбора нету, мы берем то, что мы можем взять, и потом, когда мы вина укупырили, мы наблюдаем. Если у нас видно, что пробка очень сильно промокает, но с такими винами надо быть внимательным и в какой-то момент, если вы видите, что она, например, может и наполовину промокла, откройте одну бутылку и посмотрите. Потом, если что, ее перекупорите. В принципе, в принципе, пока что по моему опыту, там, где пробка сильно промокала, даже вот через месяц с вином, на тот момент ничего не случилось. Оно было открыто, благополучно выпито, и все с ним было хорошо. Но поведет ли оно себя так у вас, поведет ли оно так себя в следующий раз, ну тут все лотерея. Поэтому наблюдайте. И, конечно, чем на более длительный срок мы планируем вино закладывать на хранение, тем длиннее должна быть пробка. Но опять же, вот сравниваем, хоть это у меня поломанное, все равно разницы есть. А если мы положим вот это из покупных вин, то тут вообще серьезная разница. То есть, если мы собираемся вино хранить несколько лет, ну тогда вот надо очень ответственно подойти к выбору пробки и брать пробки максимально длинные. Либо, смотрите, может быть, есть смысл использовать и ту же синтетическую пробку. Да, нет доступа кислорода, да, немножечко процессы будут идти по-другому, там уже у нас будут только восстановители процессы идти. Но понимаете, что если нам пробка испортит вино, то будет гораздо обиднее. Поэтому такой вариант тоже рассматривайте. И помните, что чем закрыть вино плохой корковой пробкой, лучше закрыть той же винтовой, либо синтетической, потому что он будет надежнее. С другой стороны, если мы планируем, что вино мы сегодня пробкой закрыли, а в ближайшие даже пару месяцев мы планируем его употребить, то тогда тоже можно пробками вообще не заморачиваться. Хотите корковой, закрывайте корковой. Хотите какой-то другой, закрывайте какой-то другой, ничего страшного не случится, и все с вашим вином будет хорошо при условии, что вы соблюдали технологии при приготовлении, вы залили все это в чистую посуду, то есть вы соблюдали определенный свод правил, в таком случае все будет с вашим вином замечательно. Ну и если у вас возник вопрос, так и все-таки, как эту самую пробку выбрать? Ну я вам показала, на что обратить внимание, что лучше пробка комбинированная, что лучше пробка большей длины, но напомню, что не всегда у нас этот самый выбор есть. Например, у нас в специализированных магазинах выбор пробок крайне и крайне ограничен. Мы можем пользоваться тем, что в нашу страну завозится. А дальше уже пробовать на собственном опыте, наблюдать, как оно себя ведет, но в случае, если что-то идет не так хорошо, как нам хотелось бы, значит, ну хотя бы открыть, попробовать, все ли там нормально. Можно быть, перекупорить. На этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов виноград и мои контакты. До новых встреч!